Всем здравствуйте! Сегодня буду вам показывать новый ассортимент в магазине с ценами. У нас весь стол полный. В основном тарелки. Кое-какие интересные тоже вазочки, бокалы. И вот такая вот тарелка с голубым оводком. И это у нас Рига. Цена такой тарелки 200 рублей. У нас в наличии две штуки. Следующая тарелка это вот такая вот оранжевая, яркая, красивая. Клеймо здесь красный фарфорист. Цена таких тарелок 200 рублей. Тоже в наличии две штуки. Дальше здесь рядышком тарелочки мейсонский букет. Одна вот с таким букетом. Позолота на месте. Состояние хорошее. И это у нас получается второй сорт. 67-й год Дулёва. А вторая вот с таким уже букетом. Этот букет мне намного больше нравится. И здесь клеймо тоже такое же. И цена таких тарелочек 350 рублей за штуку. Дальше есть мейсонский букет. Тоже Дулёвский. Только они маленькие. Их тоже две штуки. Вот этот красочный. Если держу я его правильно. И это у нас первый сорт Дулёва. И у второй такое же сочетание, как вот с этой тарелкой. Красота. Цена таких тарелочек по 350 рублей. Дальше вот такие вот лафитники. Это старое стекло 50-60-е годы. Здесь 12 граней. На них присутствует клеймо. ДХЗ. Дядьковский хрустальный завод. И цена за один лафитник 500 рублей. Вот такие вазы в китайско-японском стиле. На каждой вазе изображены разные рисунки. Эти вазы фарфоровые. Они приятные на ощупь. И подходят для украшения интерьера. Цена одной вазочки 500 рублей. Вот такой вот невероятный красотый соусник. Отличное сохранение позолоты. Здесь присутствует клеймо. Это старая Чехословакия. Достаточно необычная форма. Немножко в каких-то местах подстерта позолот. Вот такая вот салатница. Она не маленькая. Она большая. Второй сорт. 1968 год. Дулёва. Дальше хочу вам показать вот такую вот вареницу или креманку. Здесь прям геометрия видно. Никаких ни сколов, ни трещин. Здесь три шва. И цена такой 800 рублей. Вот такие вот тарелки. Здесь немножечко где-то подстерта позолотом. Но они невероятной красоты. Это у нас суповые. Дулёва. 1959 год. Цена 350 рублей. Такое клеймо здесь. Это 40-е 50-е годы. Сейчас правильно его поверну. Бавария. Ну, ГДР Германия. И клеймо очень редко в атрибуции. И вот цена такого блюда. 1500 рублей. Хорошая сохранность. Нет ни сколов, ни трещин. Хорошее сохранение позолоты. Возможно, есть какие-то нюансы, где позолоты немножко подстерты. Но, во-первых, это возраст. В первую очередь. Из того же набора с вот этими букетиками 450 рублей. Здесь такое же клеймо. Тоже нет ни сколов, ни трещин. Из этого же набора 4 такие тарелки под горячее. По 350 рублей. Идеальная сохранность селёдочницы. Вообще можно брать как весь набор. 4 суповые тарелки, 4 плоские тарелки, салатник. И вот такая вот селёдочница. Вот такая ваза в форме кубка. Хрустальная. Красиво переливается при солнце. При каком-либо свете. Она 3000. И тут вот такая одинокая пиалочка. Это у нас получается песочная. Она без сколов и трещин. 100 рублей. Редкая тарелка Хайтинского фарфорового завода. Здесь изображён вот такой вот корабль. Такое клеймо оставила с 1957 по 1965 год. И цена такой тарелки 2000 рублей. Вот такие вот стопки. Они по 100 рублей. Есть из стекла. Без никаких либо изображений. Есть вот такие вот с ободком золотым. Есть вот такие вот с резьбой. И такие. Здесь резьба немного другая. Ваза. Здесь матовое стекло. Я её мыла по золоту. И также есть наклейка. Сохранена. Это богемия Чехословакия. Цена 1000 рублей. Такие бокалы из тонкого стекла. На чёрной ножке. Янтарного цвета. И цена за такой бокал 300 рублей. Появился вот такой вот бокал. Большая чашка. ЛФЗшная. 400 рублей. Вот такое вот яркое блюдо. Овальное. Яркое. Сохранность по золоту хорошая. На клейму это пролетарий третий сорт. Вот такая вот чашка без блюдца. Здесь присутствует гравировка 8 марта. Это Дулёва. Первый сорт. Вот такие вот фужеры. В наличии 6 штук. Они скорее всего для ликёра. И цена 400 рублей. Может кому-то что-то приглянулось. Пишите мне в WhatsApp. Я закреплю в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok